Всем привет! Это канал Силуэт Макет и с вами я, Настя. И это наш тринадцатый урок, на котором мы познакомимся с меню эскиз. Если вы пропустили предыдущие уроки, то ссылка на них будет в описании. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Итак, приступим! При помощи инструментов из меню эскиз мы можем заполнить любое векторное изображение штриховкой и тем самым превратить обычный объект в скетч. Давайте подробнее рассмотрим разделы этого меню, а потом при помощи этих инструментов создадим вот такой эскиз. Для начала нарисуем квадрат, сделаем несколько копий и перейдем к разделу эффекта заполнения. В первой строке находятся кнопки с вариантами этих эффектов, которые мы можем применить к выделенному объекту. Рассмотрим действия каждой из них на примере заполнения созданных нами квадратов. Первая кнопка отменяет любой эффект. Вторая кнопка добавляет эффект сетки к выбранным объектам. Третья отвечает за эффект полосатости. Четвертая создает эффект тиснения. А пятая добавляет спиральный эффект. В следующей строке интервалы мы можем установить шаг сетки от 0 до 5 мм. При этом шаг интервала по умолчанию будет равен 2 мм. Чем меньше шаг, тем плотнее будет выполнена штриховка. Поэтому выбор размера интервала зависит от того, какого эффекта мы хотим добиться. Следующая строка угол, как ясно из названия, отвечает за изменение угла штриховки, выбранного нами эффекта. Обратите внимание, что для эффекта тиснения изменение угла вручную невозможно. Перейдем к разделу «Эффекты высвобождения», который представлен одноименной кнопкой, после нажатия которой линии эскиза становятся доступными для редактирования. То есть при заполнении выбранного нами изображения каким-либо из эффектов, перейдя в режим редактирования точек, нам доступна только работа с узлами контура этого изображения. А после нажатия кнопки «Эффекты высвобождения» нам становится доступен режим работы с точками для линий самого эффекта. Мы можем применить функции эскиза для гравировки, письма букв и рисования. Ну а сейчас давайте создадим скетч, который я показывала в начале видео. Для этого выберем фотографию, которую мы хотим преобразовать в зарисовку. Сделаем трассировку этого изображения при помощи фильтра высокого контраста. Для этого вспоминаем седьмой урок. Выделим получившийся контур, а фотографию отставим в сторону. Теперь выберем эффект заполнения. Для имитации штриховки нам подойдет эффект полосатости. Изменим интервал и угол и перейдем в меню резки. Выберем материал. Действие «Вырезать» поменяем на эскиз. Инструмент меняется автоматически. Ставим обычную гелевую ручку в специальный держатель. Установим его вместо ножа. Включим блутер и нажмем кнопку «Отправить». Все. Можете наслаждаться результатом. В этом меню есть над чем поэкспериментировать. Вы можете менять эффекты заполнения, интервалы, угол, рисовать различными ручками. В общем, вдохновляйтесь и вдохновляйте. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?